США сбрасывают маску капитализма Сообщение на автор шоке за 10 марта 2020 года Автор Шиншилло Дональд Трамп решил больше не играть в капиталиста и достал из кармана большую волосатую невидимую руку рынка. Он готов выступить советником как чиновник по слияниям и поглощениям на нефтяном рынке США. Да, американская энергетическая независимость является основным принципом его администрации, но эта цель сейчас находится под серьезной угрозой. Война цен на черное золото между Саудовской Аравией и Россией пустит по миру американских буровиков. Поощрение слияний фактически создает поддерживаемую государством нефтяную мегакомпанию США. Сланцевое бурение уже пыталось бороться. Шеврон является одним из крупных игроков в Пермском бассейне. О нефтяном месторождении, охватывающем Западный Техас и Нью-Мексико, на которой в прошлом месяце приходилось более половины добычи нефти в США. Американский нефтедобывающий гигант потерял уже 5 миллиардов долларов в прошлом году, когда средняя цена на West Texas Intermediate составила целых 57 долларов за баррель. В понедельник этот показатель упал почти на 25% до чуть более 31 доллара за баррель. После того, как Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи в ответ на отказ России от соглашения о сокращении добычи, акции Chevron упали на 15%. Меньшие, ориентированные на США бурильщики, чувствовали себя намного хуже. Акции двух лидеров по добыче сланца упали более чем на треть, в то время как Apache упала на 54%. Компании по факту не платежеспособны уже давно. Например, чистый долг Apache приближается к EBITDA в три раза. И он может быстро возрасти, если цены останутся низкими. Саудовская Аравия и Россия имеют преимущество перед США. Их запасы нефти контролируются государством и концентрируются на региональном уровне. Поэтому бурильщики могут работать с убытками до тех пор, пока экономика выдержит их. Бизнес США фрагментирован и нацелен на получение прибыли. Эта динамика помогла сланцевым бурильщикам занять рыночную долю, когда ОПЕК поддерживала цены. Но если они не могут реагировать на падение цен в унисон, они могут разорить друг друга. Правительство США может спокойно поощрять консолидацию отрасли, как это было в других отраслях, таких как телекоммуникации. Правительство США может закрыть глаза на вопли о финансовом кризисе, поддерживая задолженность или создавая фонд для поглощения проблемных кредитов. Это позволит бурильщикам сланца продолжать работать, несмотря на большие потери. Такие шаги могут быть антикапиталистическими, но они соответствуют протекционистскому принципу Трампа, ориентированному на Америку. США сбрасывают маску капитализма. Автор – Шиншилло.